Петенки, напишите, видно мышку имени. Нет. Продолжение следует. Вот так выглядит соцсеть Facebook. Это моя страничка, из которой я работаю. Расскажу немножко о самой навигации. Что здесь... Что собой представляет вообще эта сеть. Соцсеть Facebook очень довольно умная соцсеть. Начнем с... Изображение зависло. А слышно меня или нет? Я вижу, что я зависла. Начнем с создания странички. Что нужно для того, чтобы создать страничку? Вам нужно в поисковике забить просто Facebook и вам выдаст страничку, где нужно указать свои данные. Регистрироваться очень легко. Я в слайде даже не делала, как регистрироваться. Что там нужно знать? Что главное? Это обязательно нужно привязать номер телефона. Можно работать... Позволит вам Facebook работать без привязки номера телефона. Но желательно привязать. Потому что... Если вы или будете немножко активничать на вашей страничке, или кто-то пожалуется, можно... Сообщение спамить там нельзя, но если вы будете много приглашать и попадете на кого-то недоброжелателя, там можно нажать спам на приглашение. Ред такой и бывает, но разные жизни бывают, поэтому страничку могут заморозить и вас попросят подтвердить, что вы являетесь собственником этой странички и отправить на телефон запрос, чтобы вам отправили код. И вы его отправите. Для этого нужен номер телефона. И еще могут тоже заморозить. И один из способов, чтобы разморозить, вам предложат узнать несколько ваших друзей. Сделать это возможно, но немножко сложно. У меня был случай, когда мне заморозили несколько страничек, и мне две удалось так разморозить. Я поступила немножко хитро. Там показывали несколько фотографий и пару человек, пару имен. Нужно было указать, кто из этих людей является на фотографии. Можно, если к номеру привязана страничка ВКонтакте или в Одноклассниках, можно еще и в Facebook. Вы можете на один номер зарегистрировать страничку или в ВКонтакте, или в Facebook, или в Одноклассниках, и еще какой-то там седьмой мир, в котором работаю. Я просто забивала имя из другой странички, находила человека и так распознавала. Если по времени долго это продлевалось, тогда писали, что по времени вы не управились, и предлагали еще раз. Одним словом, разморозить можно. Но желательно на странице Facebook весь день не висеть. Поработайте час-два и желательно закрыть. И все странички Facebook тоже не открывайте одновременно. Это так коротко наперед. Что собой является соцсет Facebook? Какая навигация здесь висит? Практически то же самое, что и соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках. Здесь можно размещать разные посты, добавлять фотографии, делиться. Можно отмечать на фотографиях. Обмениваться сообщениями. И можно отправлять в том же ссылке по сообщению. Знаю, что в Маймир по странице мне нельзя. Собить Facebook можно. Как оформляем страничку? Загружайте красивый вход. Желательно не в полный рост и не издалека, потому что аватарка отображается небольшая, маленькая. Вы видите? Желательно, чтобы было видно лицо, глаза. Это мое мнение, чтобы человек видел, с кем он общается. И не какая-нибудь картинка из интернета. Желательно свое, какое-нибудь красивое фото. Что еще? Перед тем, как начинать работать, нужно страничку сделать более-менее живой. Чтобы у вас на страничке были какие-нибудь интересные посты, какие-нибудь интересные статьи. В Facebook народ любит не просто на картинке клавить, а любит читать. Поэтому желательно размещать или делиться из каких-нибудь групп, какие-нибудь веселые, не очень групп, нежелательно не про политику, статьи. И желательно все. Вы знаете, что мы не обсуждаем, не ведем дискуссии про политику и по религии. Мы не встреваем в таких дискуссиях, потому что там много инвестиций. Что еще? Указываем желательно реальные свои данные. Реальное имя, фамилию, имени можно играть. Меня зовут Леся, вот. А на всех страничках у меня по-разному. Леся, Олеся, Александра, английскими буквами и тому подобное. Но желательно реально. И если вы создаете несколько страниц, тогда старайтесь, чтобы фотографии на аватарке тоже были разные, но ваши. Потому что Facebook как-то, не знаю, по чертам лица, опознает человека. Если вы выгружаете фотографии, которые уже есть на одной из ваших страниц, тогда автоматически отмечают, что вы с этим человеком на ход. Еще что? Знаю, что в Facebook как-то пеленгует ваше местонахождение. Так что, как я делаю? Я ставлю место жительства, город жительства мой, но ставлю родные города из какого я города, родной город. Можно там даже несколько городов встать. Для чего нужно? Потому что, когда вы начинаете приглашать, вам автоматически предоставляют людей, которых вы можете знать, и они берут во внимание город, в котором вы живете, или в городе, в котором вы родились. Да, даже вычисляете по... Не знаю, по пейзажу или как, но вычисляете в каком городе сфотографировано, если у нас в каком-то известном месте, когда вычисляете. Это то, что это правда. Старайтесь как можно больше добавлять о себе информации. Там есть книги, которые вы читали, музыку, которую вы слушаете, ваше увлечение и тому подобное. Для чего это нужно? Потому что, когда вы будете приглашать людей, чтобы у вас было как можно больше общего. По этому поводу я еще буду говорить по приглашению. А, еще. Когда мы уже страничку создали, как делаю я? Чтобы человеку не было видно, что страничка у меня новая, что у меня еще нет друзей, я список друзей или мало друзей. Один, два. Вы можете там пригласить, например, несколько своих коллег по структуре, но все равно страничка, когда новая, видно, что у вас там три или два человека в друзьях, пять. И, как известно, люди неохотно добавляются на три новой странички. Поэтому я скрываю свой список друзей, чтобы не было видно, сколько у меня друзей на страничке, что это совсем свежие. Что дальше? Чтобы приглашать друзей, фильтр в Фейсбуке не очень удобный. Вконтакте, в одноклассниках более удобно. Здесь вы не можете выбрать форм, кого вы приглашаете, здесь нельзя выбрать возраст. но можно выбрать город, можно выбрать общих друзей. И если вы не хотите... Если вы не хотите, чтобы вам при приглашении друзей показывало и мужчин, вы выбираете... Можете в поле для имени написать женское имя. Если город большой, тогда вам много людей и заставить для друзей. Когда новая страничка, желательно выбирать в друзья тех людей, кто вам в дружбе не откажет. Например, как и в любых соцсетях, здесь есть и те, кто продают фотографы, какие-нибудь предприниматели, общественные деятели. Одним словом, люди, которых много друзей и которые вам не откажут. Зачем для начала, чтобы было много друзей? В фейсбуке. Если как можно больше общих друзей у вас, тогда вам не будет выскакивать вот это окошечко предупреждений, знаете ли это человека или нет. Как известно, уже не один лидер рассказывал, что желательно пока до трех вот таких окошечек вам не выскочит предупреждение, что вы знаете этого человека или нет, до третьего лучше не доходить. Если вам два раза уже выскочило, тогда лучше уже не продолжать приглашать и обязательно в этом окошечке вы нажимаете на кнопку, что вы этого человека знаете. Вот здесь показано, если вы наведете на имя человека, откроется маленькая окошечка и кое-какая информация о этом человеке, его аватарка, и есть ли у вас общие друзья и тому подобное. Ну, желательно зайти на страничку человека, которого вы приглашаете, так как здесь тоже есть лимиты, чтобы не приглашать вам ненужных людей, ни с вашей целевой аудитории. Желательно на страничку войти и посмотреть, чем человек занимается. Здесь вы тусуете люди более уже состоявшиеся, и чтобы не растрачивать ваши лимиты, желательно войти на страничку и посмотреть, чем дышит этот человек. Что дальше? Когда вы уже поприглашали, у вас возле вашего имени вверху на панели будет здесь я не вижу, у меня все закрылось. Будет такая навигация сайта, и вам будет показано, что несколько человек уже приняли грузию, что есть сообщения и есть какие-нибудь оповещания. В оповещании не вместо села по-украински, не помню, как по-русски. Мы смотрим, кто принял наши запросы к друзьям. Открываем вот эту вкладочку и видим, что несколько человек, вот, не знаю почему, но в фейсбуке видно только пять последних тех, кто пригласил к друзьям. Вы нажимаете на это поле правой кнопкой мыши, открывается еще одно окно, вот это, и тогда вы уже открываете тоже правой кнопкой мыши, не открываете новой вкладки. И тогда уже смотрите на человека и пишите ему сообщение, первое сообщение или как вы работаете. Если видно, что больше человек приняли дружбу, но показывает только пять последних, что делаю я? я захожу у своих друзьям, вот третья картинка, и недавно добавленный. И смотрю, если этим людям я еще не писала, тогда я открываю тоже в новом огне новой вкладки эти странички и еще раз проверяю, писала я ему или нет. если нет, тогда пишем сообщение и работаем дальше. Еще, когда вы уже написали первое сообщение, уже процесс работы идет, человек возможно ответил, возможно не ответил, вы хотите написать ему даже мало. Вот я не сделала стрим, так выглядит переписка, там очень прикольно, там справа есть чат, и если вы нажимаете на человека, выскакивает маленькое окошечко и вы смотрите. Но окошечко маленькое, неудобно пересматривать, когда мы заходим или сообщение и нажимаем посмотреть все, или заходим на главную и слева в меню выбираем сообщение. Нам открывается вот такое окно, здесь мы видим всех людей, всю нашу переписку, все дни. Прокладывая вот на каждого человека, открывается наша переписка и мы уже смотрим. И видно здесь, вот если галочка значит человек прочитал уже ваше письмо. Если вот такая стрелочка закручена, тогда человек еще ваше сообщение не прочитал. И тому, кто уже прочитал ваше сообщение, смотрите, если прошло за несколько дней, человек ничего не ответил, вы можете написать ему еще даже науки. И вот прокладывая колеса надмышки, мы просматриваем наши сообщения. Я даже не больше 50, но редко вам даст 50 человек пригласить. Еще чем я пользуюсь на Facebook? Я создала на вот на сайте Facebook в социальной сети я создала страничку веб-сайт. Для чего она нужна? здесь можно сделать кнопку регистрации и давать эту ссылку как мы даем рекрутинговый сайт, но сайт на Facebook, чтобы если у вас нет рекрутингового сайта, блога, знаем, что всем активным партнерам выдается сайт Express Carriera, но как известно, уже много наших партнеров пользуются этим сайтом Express Carriera, сайт уже сильно засвечен в интернете, можно в Facebook сделать вот такую страничку веб-сайт и она будет лично ваша, оформить так, как вам нравится, написать то, что вам нравится и пользоваться вот таким сайтом. Я этим пользуюсь, мне нравится, поделюсь, как это делать. здесь там, где замочек вверху справа, нажимаем на стрелочку и у вас выскочит вот такое меню и нажимаем на создать страничку. Потом вас переведет на вот такую вкладку, где вот будет вам предложено выбрать, какая именно должна быть у вас страничка. Я выбрала вот эту бренд или продукт. Почему? Потому что там когда выбирать категорию, есть категория веб-сайт. на компания и компания или места такого нет, поэтому я выбрала этот стиль. Когда вы нажмете на эту кнопку, тогда у вас выскочит еще одно окошечко и вы выбираете уже какую категорию. какая категория вам подходит. Я выбрала категорию веб-сайт. Дальше выбираем, не выбираем, а называем вашу страничку, ваш веб-сайт. Я вот назвала работа онлайн и следуя вот инструкции кнопка создать страничку вверху справа есть замочек маленький свой, там есть стрелочка вниз, нажимаете на нее и там будет меню и выбираете создать страницу. Называем ваш веб-сайт и следуем инструкции заполняем все поля. Мы описываем, что делаем описание вашего веб-сайта и можно еще вставить еще дополнительно ссылку на еще один ваш сайт. Я вставила ссылку на сайт экспресса. Карьера. что дальше? Мы добавляем избранные потом какие интересы выбираем не помню как она называется она здесь закрыла какое меню там. Мы выбираем девочки, будет запись, будете скринить, я сейчас запутаю. Выбираем возраст вашей целевой аудитории. я выставила от 21 года до 45. Пол можете выбирать только женщин, но можно и всех. И интересы. Какие интересы? страницы. здесь предоставлено несколько пунктов. Если навести Мэйшкайд вот на этот пункт вам будет показано сколько людей выразили интерес к страницам таким. вы выбираете вот здесь людей поинтересу. И все это сохраняется. Дальше. Когда вы уже сохранили, вас перекинет на вашу страницу, на ваш веб-сайт. здесь очень удобно вам вас будет ввести и что вы должны делать. Будут за каждым разом выскакивать вот такие окошечка, где вы должны что заполнить. Не запутайтесь. Что еще здесь удобно? Вы можете размещать публикации от имени вашего сайта. чем это удобно? Потому что если создать просто группу, тогда там нет такой возможности, чтобы вы размещали публикации от имени группы. Не знаю, почему, но публикации там размещаются от вашего имени. здесь вы можете выбрать, что публикации будут размещаться именно от странички. Нажимаем вот здесь выделено на тюрьмочку и выбираем от какого имени будет размещаться ваша публикация на вашем сайте. И как обычно на любой странице вы можете писать публикации, добавлять фото-видео на вашем сайте. Фото-видео можно, если видео короткое, тогда вы можете загружать видео прямо из компьютера. Если видео длинное какое-нибудь, тогда просто копируете ссылку на это видео в ютубе и ставите вот здесь где публикация. Но красиво оформляется, будет и картинка, и описание, и тоже ссылка, которую будете переводить на канал ютуб. длинное как обычно тоже добавляется обложка по желанию, какая вам нравится. Еще то, что суть тела. Вы можете создать кнопку призыв действий. Вот именно о чем я говорила. Кнопка регистрации. можно, может человек зарегистрироваться в проект из этого сайта. Как это сделать? Просто нажимаете вот на эту кнопочку создать призыв к действию, вам откроется окно, здесь вы выбираете как будет называться ваша кнопка, вам там будет предоставлено разные варианты и выбираете кнопку регистрации и в поле веб-сайт вставляете ссылку на вашу регистрационную форму. Не имеет значения какую. Вы можете даже вставить ссылку на регистрационную форму сайта экспресс-карьера или в Google сделать регистрационную форму или если у вас есть сайт и там есть форма для регистрации тоже выбираете ссылку, вставляете и сохраняете. Если человек хочет присоединиться к нам в проект, он просто нажимает на кнопку регистрации и его переведет на на вашу регистрационную форму. Что еще важно? Вы можете на этом сайте разместить описание вашей работы, которую вы предлагаете. Суть работы, то, что вы пытаетесь донести человеку, суть проекта. вы размещаете обычно как публикацию, как статус, скажется, можете добавить какую-нибудь картинку и прикрепить вверху вашей страницы, вашего сайта. Просто когда уже публикация опубликована, потом вот здесь есть такая кнопка, стрелочка, вы на нее нажимаете и выбираете вот выделить сверху. И когда вы будете добавлять еще какие-нибудь фотографии, посты, статьи, эта публикация будет держаться вверху странички, так же, как и в ВКонтакте. Здесь тоже такая функция, в группе, что вы можете прикрепить вашу публикацию, здесь тоже такой есть. И можно человеку даже открыть эту публикацию, скопировать ссылку и отправить человека уже именно на эту публикацию, если он хочет узнать подробности о проекте. Что еще рекомендую? Зайти на называется здесь вся навигация не закрылась в настройки, если войти в настройки, вы можете разрешить посетителям страницы делать публикацию или запретить. Или просто ставите галочку, что человек может разместить какую-нибудь публикацию на вашем сайте, но вам придет предупреждение. Хотите вы ее опубликовать? Разрешайте вы опубликовать этот пост или что там человек может написать или нет на вашей странице. Или вообще запретить, чтобы никто не размещал. Так у меня были такие случаи, девочки иногда наглеют и берут и размещают свою рекламу у вас на странице. если вы не очень часто заходите, тогда может на вашем сайте быть чужая реклама. Это нежелательно, чтобы кто-то рекламировался на ваших страницах, на ваших сайтах. Даже на страничке вашей, на вашей страничке Facebook тоже есть такая возможность, что вы можете или не разрешать публиковать на вашей страничке какие-нибудь посты или просто тоже так здесь проверять публикации других людей, прежде чем они появятся на вашей страничке. Вот такие нюансы. Что еще можно делать этим сайтом? Вы можете, если у вас есть несколько страниц, вы можете делать репосты этих публикаций из вашего веб-сайта на всех ваших страничках или о самом проекте или какие-нибудь другие посты многие размещают скрины зарплаты или какие-нибудь мотивационные картинки, какие-нибудь призывы к действию вы можете размещать тоже есть при нажатии поделиться у вас будет вот такое окошечко и вы выбираете где вы хотите поделиться вашей публикацией и вашей кронике вашего друга или в группе какой-нибудь или даже можно отправить личные сообщения кому-нибудь вашей публикации или просто когда вы общаетесь с человеком вы берете ссылку этого сайта и сообщение отправляете как обычный рекрутинговый сайт пользуйтесь и этим тоже в другой соцсети вы не сможете этим пользоваться но в соцсети можно пользоваться этим сайтом очень удобно чтобы не спамилось не спамились ваши сайты по всех соцсетях можно вот здесь пользоваться этим сайтом у меня все на сегодня еще хочу закончить на таком позитиве на позитивной нотке очень понравилась картинка быть несчастным это привычка быть счастливым это тоже привычка выбор за нами куда именно приглашать людей на ваш веб-сайт вы можете размещать посты у вас на ваших страничках рабочих если человеку понравится картинка или текст тогда при нажатии при нажатии на картинку он попадет на этот веб-сайт сколько регистраций но это зависит от того сколько вы будете работать всем известно если уделять работе времени тогда как и с любой соцсети есть регистрации но нужны нужны действия чтобы 5 лет не был на фейсбуке ну вообще-то там можно посмотреть по хронике если человек не размещал никакой пост не делился вы видите что последний пост там 3 года или 5 лет назад тогда лучше этого человека не приглашать не видно в фейсбуке как давно человек был на сайте еще такой нюанс как я приглашаю я еще захожу к другу своему и смотрю кто у него друзья и приглашаю как друзей друзей ваш да можно предлагать вашим друзьям нажать кнопку понравилось как создать веб-адрес есть там тоже порывка нужна в настройках там можно создать веб-адрес мне не разрешили поменять веб-адрес потому что я уже делала несколько страниц несколько веб-сайтов и не удалось вам показать как именно меняется но в настройках там есть такая функция чтобы создать веб-сайт и вы уже называете ваш веб-сайт как вам больше нравится если вопросов нет тогда я буду отключаться большое спасибо какой информации наполняете веб-сайт как и рекрутинговый сайт да информации по рекрутингу можно добавлять туда скрины доходов можно информацию о проекте можно даже какие-нибудь мотивационные картинки как мы делимся картинками в подноклассниках в фейсбуке и с призывом на регистрацию и потом делать репосты на ваших страничках когда будет большая посещаемость на сайт у меня 5-6 страниц больше вопросов по теме нету тогда до свидания была рада до свидания до свидания Продолжение следует...